В последние годы Десногорск заметно преобразился. Все позитивные изменения произошли во многом благодаря поддержке атомной отрасли, которая направляет средства на благоустройство городских территорий, ремонт дорог. Как эксплуатируются эти объекты, в каком состоянии они находятся, насколько востребованы, эти вопросы нередко звучат в соцсетях от жителей нашего города. Как обстоят дела на самом деле, решила узнать наша съемочная группа. Совместный рейд провели руководитель приемной общественного совета госкорпорации «Росатом» в Десногорске Михаил Хоботов и руководитель службы благоустройства депутат городского совета Андрей Олейников. Объектом проверки стала велопешеходная дорожка вдоль объездной дороги за 4 и 6 микрорайонами. По многочисленным просьбам жителей она была построена на средства концерна «Росэнергоатом» в году. Дорожка протяженностью около полутора километров, выложенная из брусчатки и освещаемая в темное время суток, стала излюбленным местом для велосипедистов, спортсменов и прогулок мам с колясками. «Очень удобная дорожка, по которой можно гулять с детьми, мамам с колясками, безопасно дойти до нашего кургана Славы. Хотелось бы, чтобы, конечно, побольше было таких удобных дорог». Казалось бы, пешеходная дорожка отвечает всем требованиям с точки зрения безопасности и эстетики. Но на деле не все так однозначно. После зимы в нескольких местах по бордюрной линии дорожки начал обваливаться грунт. В соцсетях на это обратили внимание десногорцы и задали резонный вопрос. «Построили дорожку-то построили, но почему она не обслуживается должным образом?» Одной из функций приемной общественного совета госкорпорации «Росатом» является контроль за соблюдением состояния объектов, которые построены на средствах концерна «Росэнергоатом» в городе Десногорске. Поэтому за разъяснением ситуации мы обратились к ее руководителю Михаилу Хоботову. «В целом, конечно, можно сказать, что действительно она удовлетворяет тем потребностям людей, которые… или запросам людей, которые проживают в Десногорске. Тоже есть некоторые моменты, на которые нужно обратить внимание балансодержатели этой дорожки – это сурбиоугольство. Есть небольшие недочеты, которые в дальнейшем могут привести к дефектам данной дорожки. Я думаю, что действительно при усилиях служб города, служб атомной станции, этот вопрос может быть решен в дальнейшем, чтобы люди пользовались этой дорожкой, чтобы она служила нам долгие годы». Мы обязательно будем следить, как решится вопрос с благоустройством дорожки. А в ближайшее время посетим другие объекты, которые, по мнению жителей города, требуют внимания с точки зрения их содержания.